Это программа День с толком. В студии Елена Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Огненная авария и водитель подросток. Несколько человек погибло в ДТП на дорогах края. Когда можно будет уколоться? Барнаульцы жалуются на то, что не могут привиться от гриппа в городских поликлиниках. Стоят столбом. Почему многодетной семье из Барнаула не дают построить дом энергетики? Жители краевой столицы теряют сознание в общественном транспорте. На этой неделе барнаульцы завалили социальные сети жалобами на нехватку автобусов. Из-за этого в них сложно попасть. В салонах давка, духота и в итоге людям становится дорно. Горожане недовольны тем, что в автобусы зачастую невозможно войти. Они переполнены. А сам общественный транспорт ходит редко. И такую ситуацию горожане наблюдают и утром, и днем, и вечером. В соцсетях барнаульцы даже указывают конкретные маршруты, обстановка на которых особенно жаркая. Это номера 58, 27, 47, 59, 75, 109, 80, 60, 53 и 20. Люди добавляют, даже если удалось попасть в автобус, не факт, что он доедет до конечной станции, потому что транспорт часто ломается. Любопытно, что в прошлом году острой ситуация стала летом, что совпало с закрытием одной из главных артерий города на реконструкцию. В конце этого года мост на новом рынке откроют. Однако мало кто верит, что на этом транспортные проблемы в Барнауле решатся. Мы не раз снимали сюжеты о нехватке водителей автобусов. Тем временем в городе создают муниципальное транспортное предприятие, которое должно способствовать решению накопившихся за многие годы проблем. Два жестких ДТП произошло на дорогах края. В одном случае водитель УАЗа погиб во время огненной аварии. В другом женщину насмерть сбил подросток, который угнал машину. Около 9 утра около села Калманка лоб в лоб столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 32-летний водитель УАЗ остановился при повороте налево, чтобы пропустить встречную машину. Сзади врезался грузовик и вытолкнул его на встречную полосу, где он в итоге столкнулся с микроавтобусом и загорелся. Водитель УАЗа скончался на месте до приезда скорой помощи. На месте происшествия работали два пожарных расчета. А в результате ДТП в Рубцовске погибла 58-летняя женщина. 14-летний подросток, управляя автомобилем, совершил наезд, когда женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевшая скончалась в медучреждении. По предварительным данным краевого следкома, несовершеннолетний взял ключи от автомобиля без ведома родителей. По данному факту проводится доследственная проверка. Жители Барнаула жалуются на отсутствие вакцины от гриппа в поликлиниках. Несколько человек поведали об этом, позвонив в редакцию. Одна из горожанок рассказала о проблеме на камеру. Как выяснилось, иммунобиологический препарат на прошлой неделе исчез примерно практически в половине учреждений края. Почему и когда вакцина поступит, выяснял Данил Кузнецов. Сам эрсгар прививочного сезона. Однако желающие защитить себя от вирусов столкнулись с проблемой. На большей территории края закончилась вакцина от гриппа. Инфекционисты заверяют, такой дефицит регион не испытывал ни разу за 30 лет. Как обычно, в сентябре я пришла в регистратуру, но мне дали талончик только на октябрь. В октябре я прихожу к врачу Рудаковой и вижу, она мне говорит, вакцина закончилась, все. Врачи предполагают, что популярность прививки в этом году обусловлена широким информированием населения и после ковидной боязни вирусов. Предсказать такой ажиотаж было трудно. Известно, что на днях очередная взрослая партия вакцины поступила в Алтайский край. Мы ее ждали, конечно, несколько бы пораньше, но эти сроки все ожидаемы. Это госконтракт. Это не потому, что сегодня я поставлю побыстрее, а завтра подольше. Однако вакцину пока доставили не во все медучреждения края. Почти 400 тысяч доз должны распределить до конца недели. Благодаря этой партии количество привитых в регионе должно вырасти до 40%. То есть почти в два раза. Также в конце октября, начале ноября должна прийти детская партия. А вот с коронавирусом все сложнее. По словам специалистов, бесплатных прививок просто нет. Даже для медиков. В поликлинике ответили, вакцины нет. Это железнодорожная поликлиника города Новоалтайска. Новоалтайская поликлиника имени Липиненко. Там тоже у нас нет вакцины. И на вопрос, когда будет, ни в железнодорожной, ни в городской ответить не смогли. Сейчас Краевой Минздрав уже прорабатывает вопрос с бесплатными прививками от коронавируса. Когда они появятся, неизвестно. Пока очень небольшое заказали. Чуть больше двух тысяч доз. Почему? Потому что активности населения на вакцинацию нет. Сейчас, по данным медиков, в Крае от ковида в неделю прививается до пяти человек. Поэтому пока проблема не актуальна. Однако неизвестно, что будет, если в Крае придет новый штамм – Эрис. Который хоть и не особо опасный, но жутко заразный. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Строительство проблемного жилищного комплекса на Петросухово продолжается. Но есть вопросы со сроками выполнения работ. Связаны они с недостатком стройматериалов. Однако подрядчик уверяет, что все завершится в срок. Контроль за этим ведет межведомственная городская группа, в которую входят застройщик, представители администрации и дольщики. Какие еще вопросы беспокоят будущих жильцов, знает наш корреспондент. Выездное заседание по поводу долгостроя на Петросухово уже становится некой традицией. Оно проходит между дольщиками и подрядчиками под контролем администрации города. Проблемный дом почти доделан, однако сдать его не могут из-за парковки, на завершение которой ранее не хватало денег. Однако даже после того, как Союз строителей края выделил заем, проблемы остались. В первую очередь с железобетоном. Мы с вами говорили, мы уже получается больше двух недель назад, о том, что здесь начнется, ну давайте, не круглосуточная, но по крайней мере полноценная смена по монтажу железобетона. Вот сегодня мы пока этого не видим. Причина проста. Завод не торопится поставлять плиты в связи с большим объемом первоочередных заказов. Ведь подрядчик и так, что называется, запрыгнул в последний вагон и уговорил предприятия посотрудничать. По словам застройщика, сейчас проблема с железобетоном решена. За две недели мы сделали, наверное, 90% кирпичной кладки, первый-второй подъезд. Значит, смонтировали железобетон, тоже первый-второй подъезд, который необходим для первого этапа. Через два-три дня где-то фунели стаканов начали монтировать на третьем подъезде. Также выполнена опрессовка системы отопления, поэтому к концу октября в доме будет тепло. Однако этот момент дольщиков не сильно беспокоил. Их волновало внутреннее содержание квартир, в частности регулировка окон и дверей. Субподрядчики заверили, что все работы будут исполнены буквально за несколько дней. Ну, благодаря, опять же, администрации, межведственной группы, у нас очень все активно продвигается. Нас заверили, что есть небольшие у нас, так сказать, заминки, нам помогут. Мы ориентируемся, что примерно через 14-16 дней подрядчик наберет все-таки необходимый темп. Мы получим необходимый объем материалов на этом объекте. И, соответственно, те сроки, которые ранее были озвучены, то количество людей, которое ранее было подрядчиком озвучено, строителем, значит, на этом объекте у нас все-таки появится. Срок до конца года. Подрядчик уверяет, что Новый год жильцы отпразднуют уже в новых квартирах. Юлия Щепина, Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Многодетная мама из Барнаула, у которой на руках еще и ребенок с инвалидностью, вот уже больше года никак не может приступить к строительству дома. Энергиотеки, несмотря на решение суда, не устанавливают электрический столб. Соответственно, семья не может даже фундамент залить. Не говоря уже о масштабных работах. Валентина Аскерова встретилась с многодетной мамой и вникла в нюансы проблемы. Вот здесь у нас предполагается дом и туда дальше баня. То есть вот здесь был бы уже залит фундамент, по всему периметру стоял бы забор. А пока стоит лишь одинокая береза. Жительница Барнаула Ирина Щетинина не может начать строительство дома в поселке Власиха. Причина – отсутствие электричества. В 2022 году мной был заключен договор с Пауэруссети Сибири на установку электрического столба и осуществление технологического подключения. Это так называется. По договору в течение шести месяцев они должны были исполнить свои обязательства. Однако сроки были нарушены. Поэтому в январе 2023 года я обратилась с иском в суд. Суд был мной выигран. Однако на сегодняшний день Пауэруссети свои обязательства не исполнили. Нет финансовой возможности, пишут Россети в официальных ответах Ирине. А между тем земельный участок женщина получила как многодетная мама. Переезд из многоэтажки в частный дом – мера вынужденная. Дочка Настя – инвалид. Ей физически тяжело подниматься на восьмой этаж в квартиру. Вот семья и решилась на смену локации. Не можем сделать ничего. То есть даже элементарно для того, чтобы поставить забор, нужно заливать столбы. Заливать столбы нужно электричество для того, чтобы перемешать этот бетон в этой бетономешалке. Но ни один из соседей, я думаю, не согласится бросить мне переноску и за свой счет оплатить это. Юристы советуют Ирине добиваться обустройства электростолба. Тем более, что на это есть законные основания. Учитывая, что есть решение суда и исполнительное производство уже имеется, если судебный пристав не предпринимает никаких действий на предмет исполнения этого решения, то необходимо обратиться с жалобой вышестоящему судебному приставу к руководителю. Решению проблемы поможет и прокуратура. Тем более, что в истории фигурирует ребенок с инвалидностью. Но в любом случае, в этом году начать строительство долгожданного дома уже не получится. Наступают холода. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле за этот теплый сезон преобразились 63 двора. Их комплексный ремонт проводили по национальному проекту «Жилье и городская среда». Подавляющий объем работ уже завершен. До конца октября внесут последние штрихи. Насколько качественно проведены работы, оценивает специальная комиссия. Накануне она начала приемку первых обновленных домов. Тему продолжит Юлия Щепина. Новенький асфальт, бордюры, освещение. А самое главное – две новые парковки. Такой вид двора жители этого дома явно радуют. Ну, не вы земля. Потому что сейчас, конечно, очень приятно ходить. Даже просто прогуливаться. Ребятишки у нас очень довольны, что у нас такой гладкий асфальт. Все лето играли в классики, играют мячом. Все это. Очень довольны. На благоустройство двора по национальному проекту «Жилье и городская среда» потратили более трех миллионов рублей. Из них более трехсот тысяч – вклад жителей. А в этом дворе люди захотели детскую площадку. А из урн сделали изюминку – клумбы. Срок сдачи у нас до ноября месяца. Все виды работ, все дворы мы успели в этом году сделать. Сейчас заканчиваем, где-то еще дополнительно устанавливаем детские элементы, где-то ограждения. Но по благоустройству все выполнено уже на всех дворах. На днях начался комплексный прием дворов комиссии. В нее входят представители комитета ЖКХ, администрации района, депутатского корпуса по округу, жители. По их оценке все по плану. Незначительные недочеты есть, но их фиксируют в актах и будут устранять. Обращаем внимание на то, как выполнены работы. То есть все ли соответствует проекту, проектным решениям. Обращаем внимание на безопасность детских площадок и также рекомендуем уделять этому больше внимания, использовать ограждения, потому что не всегда это применяется. Но мы со своей стороны рекомендуем их включать. Всего в этом году в Барнауле преобразили 63 двора на сумму более 320 миллионов. В прошлом на такое же количество дворов потратили порядка 260. С каждым годом жителям хочется видеть больше, чем минимальный перечень благоустройства. Сейчас есть запрос именно на комплексное благоустройство, где очень много, допустим, детских площадок. Вот из 63 дворов на 57 детские площадки. Раньше у нас цифра самая большая была вот 52, 47. То есть сейчас больше запрос на комплексное благоустройство. Уже хотят не только новый асфальт видеть, но и, соответственно, новые детские элементы спортивные. Этот сезон, отмечают специалисты, выдался плодотворным. Всего за 7 лет действия программы в Барнауле благоустроили 538 дворов. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. И в завершении выпуска в Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая открылась новая выставка, которая продлится всего два дня. Кто представил свои работы и в чем уникальность экспозиции, выясняли мои коллеги. Мы новые художники, современные, но классическая школа. То есть манера письма классика, вся старая классика. Все новое – это забытая классика. Это узнаваемость, это проработка, это внимание к колориту, к детали. К этой выставке авторы долго не готовились. Можно сказать, она родилась спонтанно. Творческий дуэт Петренко и Кузнецова тоже появился случайно. Да и сама экспозиция работала всего два дня. Дело в том, что выставка эта не планировалась. Еще неделю назад ни я, ни Евгений мы не предполагали, что выставка может состояться. Выставку нас мобилизовал и помог нам организовать. Это вот Игорь. Фамилию я, конечно, не смогу сказать. Это из Китая. Он любит живопись. А вот и тот самый Игорь. Бизнесмен из Поднебесной. Но сфера его деятельности к искусству не относится. Он ездит по стране и ищет хороших художников-реалистов. А после проводит в Пекине их выставки. Вот такое необычное хобби. Не так давно Джуи Фон, это настоящий мякитайцы, был в Москве. И там уже встретил своего Шишкина и Левитана. И вот он в Барнауле. Сейчас очень мало современных России художников, пейсаж художников, это очень мало знает. Поэтому я хочу показать Евгений Кузнецов и Дмитрия Петренко работы в следующем году в Китае выставка. Почему именно Дмитрий Петренко и Евгений Кузнецов приглянулись к китайцу? Вопрос. Быть может он успел оценить их творчество, когда пять лет назад прилетал в Союз художников края с рабочим визитом? Ну вот что точно известно, выставка спонтанно появившегося дуэта состоится в Пекине летом следующего года. Анна Беляева, Владислав Ковалев. День с толком. И на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...